Ну что, приветствую вас, всех партнеров, с небольшим перерывом. Значит, на сегодняшний день какая ситуация? Первое, что мы начинаем, будем начинать рекламную кампанию. Единственное, что нужно, может быть, немножко изменить тезисы. Вот Украина сейчас очень популярна во всем мире стала, если кто-то следит за прессой, за всеми моментами. То есть Украина очень популярна среди многих-многих стран. Ну, не считая, конечно, Россию в основном. И на этом тренде мы можем выскочить неплохо. Тем более, что если обозначить, что это стартап с Мариуполя, Мариуполь там везде на слуху, я думаю, что можно будет выходить с такими тезисами, чтобы помочь развиться стартапу из Мариуполя. Ну, это я как бы предложение говорю. Я еще думаю, как это все правильно сделать. Начали начислять хелфи-коины в кабинеты. Не всем еще успели начислить, но уже половину начислили, если вы зайдете в свой кабинет. Я думаю, завтра я эту работу закончу. Вот. У кого не будет, завтра к вечеру я эту работу закончу. Если на завтра на вечер у кого-то в кабинете не будет хелфи-коинов, то напишите мне в личку, я просмотрю, проверю. Вот. Теперь вопрос, где мы будем запускаться. Значит, в любом случае, у нас был план запуска в городе Киеве, и мы пока не будем уходить от этого момента. Почему не будем? Я как бы анализирую ту ситуацию, которая сейчас происходит. Я думаю, что война закончится в течение где-то 10 дней ориентировочно. Там переговоры идут, и уже намечены такие хорошие планы по прекращению огня и все остальное. Но если вдруг все-таки затянется эта ситуация, то будем думать, в какой стране запускаться. Пока месяц этот вопрос я на повестку дня не ставлю, но как бы подсознание будем иметь в виду, что мы можем запуститься в любой другой стране. Значит, я зарегистрировал компанию в Голландии на сегодняшний день. Буквально где-то через 3-4 дня, вот я сегодня переписывался, они мне дадут репвизиты полностью, и я смогу уже заключать договора с партнерами от имени компании. Компания зарегистрирована, но вот они мне написали, что на этой неделе они мне выдадут все платежные системы, документацию и все остальное по компании. Еще очень хорошая новость, что вся наша команда программистов, которая работает над проектом, все живы-здоровы. Я буквально вот до течения 4-5 дней. Правда, они с очки, пока я отсутствовал, ничего не делали, когда я приехал, как говорится, натыкал им, приступили к работе. Так что приложение будем тестировать, будем так говорить, как только доделать, сразу начнем тестировать и приложение вместе с вами. Ну вот если коротко, такая вот информация. Теперь давайте перейдем к вопросам, которые вас интересуют. Как с Олей? Она жива? Все нормально с ней? Я абсолютно не знаю информацию про Олю. У нас там связи не было, она живет в другом микрорайоне. Когда начались обстрелы, она поехала домой. Вот ее сын служит в полку АЗО. Вот, воюет там, защищает Мариуполь. Вот, я тоже очень сильно переживаю. Я ей пишу каждый день, но она не отвечает. Но не отвечает не потому, что, даст Бог, она живая, может быть. Отвечать могут только те люди, которые выехали за Мариуполь. Потому что в Мариуполе связи нету, там разбили все абсолютно. Вот, полностью город практически уничтожен. Его стирают с земли, каждый день бомбят артиллерией, самолетами. В общем, не хочу на эту тему разговаривать, потому что у нас есть партнеры из России. И я хотел бы еще один момент сказать, что те партнеры, которые есть, давайте договоримся, что мы не будем обсуждать эту ситуацию в нашем общем чате. У нас совсем другие задачи. Новых партнеров с Россией, скорее всего, я думаю, может быть, и не будем принимать. А вот те, которые уже стали партнерами, это уже наши партнеры. Мы будем держаться друг к другу и запускать проект. Вот, все. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей, когда сможем возобновить работу по таблице? Работу по таблице буквально в течение трех дней. Я напишу в общий чат. Значит, мне нужно проработать новые тезисы. Мы можем запуститься со старыми, что работа в интернете, заработок в интернете. Может быть, предварительно я говорил, что на фоне той волны популярности Украины и Мариуполя, может быть, добавить каких-то новых тезисов. Ну, надо посидеть, подумать, как это правильно преподнести. Вот. Мы можем просто на старых наших... Да. Что? Запуститься. Винникально. Единственное, что... Меня будет немножко подтормаживать в плане работы, потому что Ольги нету. Она выполняла тоже определенную работу. Я сейчас учу нового человека, пока я вместе ее нету, чтобы она вступила в работу. Но это не так быстро получится. То есть это надо знать. В принципе, ничего сложного нету. Там, я думаю, за три-четыре-пять дней человек обучится и будет работать. Я вначале сказал, что те партнеры, которые зашли к нам с России до войны, они останутся нашими партнерами. Новых мы принимать не будем. Вы услышали меня? Сергей Васильевич, я услышал. А больше такого не повторится. Да. Вот. Те партнеры, которые пришли раньше, до войны, они стали нашими партнерами, но вы уже партнеры. И будем, так сказать, в этом плане работать. Единственная просьба, чтобы в чате не начинали вот эти вот... дисбалансы. Если в чате начнется борьба вот этого вот... Я лично хочу очень много высказаться в этом чате. Я прошел через это, но я молчу. Молчу, потому что наш проект созидательный, понимаете? Нам нужно созидать. Вот. И отвечаю еще раз на этот вопрос, что да, партнеров с Россией мы пока принимать не будем. Пока они не... То есть эта страна не начнет действовать адекватно. Вот. А те партнеры, которые уже раньше зашли, это уже наши партнеры. Договорились? Да, все. Больше не будем. Следующий вопрос. Добрый вечер. Можно сказать свое мнение. Я считаю, что у нас есть группы по заработкам, люди, которые ищут работу. Они заглядывают в эти группы и ищут работу. Так что если мы будем выставлять свои рекламу свою в эти группы, я думаю, люди будут заходить. Совершенно верно. Потому что война войной, а работа работой. Война закончится в течение 10-15. Ребята, сейчас нужна работа людям. Да, работа людям. Да, сейчас нужна людям работа. И все ищут работу. Не люди, ну это просто, не надо связывать это с политикой совсем. Работа нужна сейчас всем. Украина там, я не знаю кто. Ну, просто все ищут работу, дополнительный заработок. Ребята, как-то надо немножко понимать. Политика, политика, людям надо жить, как-то выживать. И они будут сейчас искать везде способы, чтобы заработать. Извините, можно я скажу, Ирина Садовская? У меня очень много моих друзей и знакомых выехало за границу. И они сейчас, как никто другой, нуждаются в работе онлайн. И для них это очень актуально. Так, это еще один плюс вашим, извините, что перебью, Ирина. Это же еще один плюс ваших знакомых, ну, предподнести наш проект правильно. Они также будут за границей преподносить этот проект. И есть большой плюс у нас будут партнеры из-за границы, потому что многие захотят просто поддержать наш проект. Потому что вы видите, ну, какая реакция всего мира, если мы дадим знать, что это украинский проект, мариупольский. И главная суть нашего проекта в том, чтобы практически помогать людям. Это же услуги, кто не заинтересуется в этом деле. Я думаю, что наоборот у нас как раз вот в этот момент кризиса есть возможность стремительно развиться. Ну, вот я то же самое говорил, что на вот этом фоне, который сейчас происходит, мы можем так сказать, я думаю над тезисами, которые мы должны выдать людям, что вот мариупольский проект, артист-стартап хочет выйти на работу, ну, в смысле, заработать и допуститься так, прошу прощения. И на этом фоне наверняка кто-то обратит внимание такие тезисы, как Украина, Мариуполь. Потому что это сейчас всех на слуху во всем мире. Можно даже вот какое-то слово вставить, допустим, созидательный проект на Украине. Понимаете, какое-то название добавить к Хелпфи. Ну, не имею в виду прям название проекта, а вот добавить к Хелпфи. Ну, допустим, созидательный проект на Украине. В общем, в течение трех дней, сейчас я до завтрашнего дня добавлю максимум Хелпфи коины в все кабинеты, чтобы было там уже половина сделана, еще половину работы мне надо бы провести. Вот, это первое. Второе. Наверняка пакеты немножко подорожают. За счет чего? Вот смотрите, сейчас у вас были пакеты, когда я вам давал пять партнеров, и за каждого партнера давал по 5% компенсации на счет. Вот за счет этого можно убрать компенсацию, давать просто партнеров без компенсации. На эту сумму можно будет... Ну, вот, если вы, допустим, до того момента, когда это все начиналось, вы получали возможность получить, грубо говоря, 30% скидки. Из чего они складывались? 5% скидки было сразу на пакет, и плюс за 5 партнеров добавлялось по 5%. 5 умножить на 5, это будет 25, плюс этих 5, это 30%. На 30% по сути все пакеты стоили дешевле, но это для тех людей, которые писали лайки и комментарии. Вот. То есть они реально были дешевле. То есть вы, если покупали пакет сразу, то вам компенсировались деньги вот эти вот, они возвращались вам за начисленных партнеров, и была скидка. На эту сумму покинуем немножко, наверное, я понижу цену вот в этих пределах, для того, чтобы... Но компенсации не будет. С какого-то дня я назначил. Вот. В этом плане я тоже буду думать, как это все правильно сделать, чтобы вы оказались выгоднее. Ну, вы в любом случае в выгодной ситуации оказываетесь, потому что вы получаете хелфитпоины. Это, по сути, один в десяти. Это один вложенный вами доллар. Я начисляю 10 хелфитпоинов. И я думаю, что мы успеем до августа месяца запустить Киев, и мы выйдем на ICO, и эти деньги тоже будут для вас очень хорошим подспорьем. Это приличные деньги будут в будущем, когда мы запустим проект. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей, скажите по поводу белорусов. Потому что тут тоже вроде бы как такая обстановка напряженная. Вот. Неизвестно, что тут думают по поводу... Ну, пока ведь белорусские войска не перестекли границу Украины, мы считаем народ Белоруссии нашим братским народом. Но то, что они запустили россиян, это, конечно, плохо. Но это не народ Белоруссии, это господин Лукашенко первый сделал. Угу. Ну, то есть белорусский... Можно, да? Да. Угу. Сергей Васильевич, можно вопрос по поводу хелфи-коинов? Какие у нас возможности будут? Что мы можем и как бы, куда их тратить и что с ними делать вообще? Можете рассказать немножко? Смотрите, есть такое понятие, как криптовалюта. Вы наверняка слышали это, да? То есть в мире есть много криптовалют, и такие, как биткоины, эфириум, слышали? Вот. Эти люди... Криптовалюта, она имеет свойство подниматься в цене, падать резко в цене и все остальное. Те люди, которые владеют криптовалютой, они очень часто ищут, куда вложить эти деньги. То есть на пиках они продают. И сделаны специальные биржи, есть очень много этих бирж, где можно за криптовалюту приобретать вещи. Но то, что можно приобретать за криптовалюту, очень мало. Ну, мало позиций, которые можно покупать. Одна из позиций это покупать токены. Токены компании. Вот компания, любая компания может выйти на ICO и выложить токены свои и их покупают. Ну, я могу... Я сбрасывал вам видео, как это работает, что такое токены, как они ценятся и все остальное. То есть последовательность у нас будет приблизительно такая. Наша задача сейчас все-таки набрать необходимое количество партнеров и провести рекламную кампанию. Вопрос, где мы будем ее проводить. Если война закончится в течение 10, 15, 20 дней, там, месяца, то мы все-таки продолжим запускать его в Киеве, потому что там очень нужные специалисты будут, чтобы люди искали там. Но это реально востребованный проект будет по восстановлению. Всем понадобятся и специалисты, и электрики, и сантехники, и терапсы, возможно. Вот. И этот проект будет очень актуальным. Вот. Да, понятно. Когда мы запустим проект, то мы сможем выйти на эти биржи и сказать, что мы запустили проект в городе Киеве, но мы хотим запустить этот проект во всех городах всего мира. В разных странах, в разных городах. Для того, чтобы запустить, необходимо деньги на рекламу. Мы будем продавать токены за криптовалюту. И эту криптовалюту переводить в доллары, в евро, и за эти деньги проводить рекламную кампанию. То есть это реальные деньги, они сейчас, это виртуальные деньги, которые потом можно перевести в доллары. Но у них будет цена рыночная в этих токенах. То есть сначала мы выйдем, они будут стоить, допустим, не один к одному, один доллар, один токен. А будут стоить, допустим, один токен, там 20 центов, потом 30 центов, 40 центов. Потом они выйдут на цену в один доллар, а потом полтора доллара, может быть, два доллара, пять, 5, 10, 15 долларов за один токен. Цену на токен сформирует рынок. Если наш проект будет востребованный, мы запустим проект сначала в Киеве, а потом в других городах и в других странах, чем больше мы будем запускать в разных городах наш проект, тем больше ценится будет токен. Ясно, да, конечно. Все понятно, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, цена пакета стартового также остается 75 долларов или будет дорожать? Сейчас в связи с такой ситуацией, которая есть, он подешевеет. Я только что объяснял, еще раз объясню. Пакеты, по сути, 75 долларов, они стоят на 30% дешевле. Для всех. Ну, для некоторых на 30, на некоторых на 25. Если кто-то покупает сразу на 30%, если покупает просрочку на 25. За счет чего? Когда вы покупаете пакет, я вам даю кабинет партнера и начисляю 5% от стоимости пакета. Так как я даю 5 партнеру, 5 умножить на 5, это 25% скидка получается. Понимаете? До сегодняшнего дня, до начала войны, до сегодняшнего дня 25% скидки в любой человек получал. Раньше было больше, но сейчас 25%. Вот в этих пределах я смогу сделать скидку, но я не буду начислять компенсацию. То есть, если раньше вы получали партнера и плюс деньги на счет, которые выводили на деньги, ну, многие партнеры выводили деньги на счет этого, то в ближайшее время я буду давать партнеру, но начислений не будет. А за счет этого я смогу снизить цену. Понимаете, о чем я говорю? Да, понятно. Спасибо. Больше людей придет в наш проект, и быстрее ездить. Такой вопрос еще у меня, Сергей Васильевич. Те суммы, которые остались на балансах, как они будут переводиться в токены или что с ними делать? Значит, смотрите, если у вас есть выкупленный пакет, это только на балансе те суммы, которые должны идти на выкуп. То есть, человек взял, ну, там есть два вида баланса. Первый баланс – это когда человек бьет просрочку, там начисляются деньги, пока не произойдет выплата, а потом списывается сумма. Ну, наверняка кто-то проходил через эту процедуру, да? Да, конечно. А второй вариант – это когда человек купил пакет, и у него на балансе появляются деньги. За счет разных моментов. Двух моментов. Первое – мы даем партнеру, и деньги начисляются на баланс. И второе – если вот кто-то кого-то пригласил, то он получал 20%, ну, на сегодняшний день 20% от стоимости пакета. Вот эти деньги на балансе. Эти деньги можно выводить, но можно оставлять в проекте, и на эти деньги, вот именно на эти деньги, которые на балансе уже после выкупленного пакета, выкупленного пакета, будут начисляться токены. Я в правилах это все распишу в ближайших три днях. Вот, что если вы, у вас есть выкупленный пакет, и у вас на балансе находится какая-то сумма, то у вас есть два способа. А, вывести эти деньги, Б, оставить эти деньги, чтобы быстрее накопилась сумма для рекламы, но за счет того, что вы их оставляете, эти деньги, на эту сумму буду начислять токены. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, первое, понятно? Еще не ясно, да? Ну, в какой пропорции будут начисляться, еще непонятно, да? Через три дня, в течение трех дней я выпишу. Понятно. Спасибо. Сергей Васильевич, еще просьба. Вы можете в токенах указать цены на пакеты? Потому что вы говорили, что можно будет на эти же токены дальше приобретать еще пакеты. То в каком там... Я не могу сказать. У пакетов есть цена. Это первое. А у токенов будет рыночная цена. В будущем и у пакетов будет рыночная цена. Но на сегодняшний день пока месяц вот она фиксирована, эта цена. А, то есть мы не сможем, да, вот эти вот хелфи-коны использовать? Мы сможем, но по курсу. Вот какой курс токена будет, по такому курсу вы сможете покупать. Понимаете? Понятно. Спасибо. То есть я не могу сказать точно, сколько будет цена. Вот в августе месяце, даст Бог, все будет хорошо. Мы до августа запустим один или два города, проведем рекламную кампанию. И на фоне работающего проекта в этих в одном или в двух или в трех городах мы выйдем на ICO. Мы выйдем на биржу и скажем, что вот мы запустили проект. Он работает. Посмотрите, он работает в Киеве, допустим, и еще каком-то городе. Но мы хотим запустить еще 100 городов, 200 городов, 300, ну все города, которые на планете существуют. И для этого нужны инвестиции. Поэтому мы выпускаем токены и продаем их. И если люди зайдут, посмотрят наше предложение, им понравится, они начнут покупать токены. Чем больше будут покупать, тем больше будет расти цена этих токенов. Понимаете? Как бы будет рыночная цена вот этого продукта. И уже когда мы выйдем, вы сможете распоряжаться своими токенами. То есть будет функция перевести токены в деньги и вывести на свою карточку. Но это после августа месяца ориентировочно можно будет так делать. Но когда мы выйдем на биржу. Сергей Васильевич, можно вас спросить? Зашла не сначала. Хотелось бы узнать. Вот я брала в рассрочку пакет. Я за него расплатилась. Вы мне просто сказали, что добавите мне партнера, а сумму спишите. Но так как с этой заварушкой, как бы с войной, я ничего не списалась. Это все спишется, да? Все исправится в кабинете? Ну, конечно. Если есть какие-то моменты, вот эти моменты, пожалуйста, в личку мне пишите. Я потихоньку буду все это исправлять. Хорошо. Еще вопросы, пожалуйста. Из того, что я говорил, все понятно. Да, понятно. Тогда задавайте вопросы еще. По поводу платежных систем остается все так же? Нет, я буду сейчас искать еще другие варианты, потому что, во-первых, у нас Пау Пау зашел в Украину, я добавлю ожидательно его. Возможно, у нас криптовалюту разрешили в Украине. Ну, будем расширять. Это не сразу произойдет, но в какие-то ближайшие времена я буду смотреть, какие платежные системы можно будет завести для расчета. Скажите, пожалуйста, сейчас есть возможность вывести с кабинета деньги? Если вы в Украине, да. Если вдруг вы в России, допустим, то я не знаю, как сейчас можно будет туда перевести деньги. Пока не готов. Буду изучать этот момент. А можно вопрос еще задать? Да. А скажите, пожалуйста, вот сейчас, если на балансе есть деньги, да, а как вы будете, вот, допустим, я не хочу выводить, а хочу купить токены. Как с вами вот этот вопрос решить? Ну, во-первых, на баланс будет начать каждый месяц начисляться сумма токенов. Если вы хотите дополнительно купить, то это... Ну, я не готов сейчас, честно говоря, ответить, я подумаю просто. Я не думал, что у меня кто-то, кто-то будет покупать до выхода на ICO. Ну, хотя, обычно на предстарте все эти проекты продают токены по заниженной цене, если кто-то знает об этом. Ну, вы же говорили раньше, что вот у кого есть деньги, там, за приглашенных партнеров, потом можно будет это тоже перевести в токены, кто желает. То есть, опять же, к одному доллару 10 токенов, я так поняла. Ну, в принципе, да, это можно будет делать. Ну, еще раз, вы должны понимать, что пока мы не выйдем на ICO, на биржу, они не будут иметь ценности. Они появятся ценности только тогда, когда мы выйдем на ICO. Ну, это понятно, ну, просто мы сейчас тоже хотим, как бы, их иметь, и в будущем, потом уже, когда проект пойдет, и все будет очень отлично, а я верю в это, и у нас будет возможность повысить цены эти токены. Без проблем. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Ахрименко там задавал, хотел задать вопросы. Да, да, по поводу вот этих начислений партнерских и бонусов, уже это будет, ну, как, поменяется, как, если вот, допустим, у меня еще осталось там два партнера, вы мне должны, уже за этих партнеров я не получу доплату, или еще... Нет, у нас правила еще не менялись. А, для... Еще не меня, ну, это уже для тех, кто будет уже по новым пакетам потом приходить, да? Да, да, будет объявление новых правил, и по новым правилам тех, кто будет приходить, будет такая ситуация. А те, кто удачу раньше, они, как положено, получат всех партнеров, кому не додали, все эти процедуры управлять и все работают. Ясно, спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос. Тоже задержка есть. Я вот за интернет заплатил и ждал несколько дней, чтобы 9-6 дней. Хорошо, спасибо, я попробую. Ну, в принципе, все понятно. Ждем 3-4 дня, пока вы подготовите все, новые правила, и потом, наверное, возникнет вопрос. Нет, у нас 3-4 дня на то, чтобы запустить рекламную кампанию. Ну, вот эти рекламные посты писать, чтобы к нам пошли люди. Я буду продумывать тезисы, которые мы будем писать. Мы можем запуститься так, как мы раньше работали, работа в интернете, заработать на интернете. Может быть, допустим, еще попробуем, как будет срабатывать вот эта система, что мы сейчас суперпопулярные в Мариуполе и в Украине. Может быть, на этих тезисах тоже попробовать привлечь людей из-за границы. Вот, это первое, то, что мы будем делать. Вот, за 3 дня я сделаю 3 вещи. Это, во-первых, компания должна где-то, вот, мне обещали, что на этой неделе она зарегистрируется в Галаврии, уже дадут мне уставные документы и все остальное. Вот, и плюс запуск рекламной кампании. Это в ближайших 3 дня. Вот. А уже... Уже просто сильно хочется работать. Ну, может быть, это даже и завтра случится. Я как успею сделать. Сейчас моя задача назначить во все кабинеты назначить токены сначала. Я эту работу проведу. И потом займусь уже подготовкой и запуском рекламной кампании по привлечению партнеров. А скажите, группы мы сами вот в Фейсбуке будем смотреть? Потому что некоторые группы могли действительно сменить свое направление. Вот. Или это как-то будет проверяться? Значит, рекламной кампанией в группах руководит Сергея Хрименко. Что он, как бы, видит, что это. Какие группы давать будем посты, какие не будем давать посты. Я правильно говорю, Сергей? Ну, я не знаю, вам виднее. Ну, я же последних... Я только проверял, как вы работаете. Вы же сами все это делали. Ваша есть команда. Кстати, если кто-то хочет помочь, выкладывать посты, обращайтесь к Сергею Хрименко. У них там есть отдельный чат, отдельная команда, которая это все делает. Присоединяйтесь к этой команде. И будем работать. А можно вопрос... Да-да. А почему вот нет фиксированной цены за рассрочку? Вот цена может дорожать в связи с долларом? Ну, смотрите. У нас сумма привязана к доллару. Если кто-то покупает сразу, он выплатил и все. А если рассрочка, то в зависимости от курса этой ситуации действует. Да, кто ж мог знать такое. Ну, значит, если ситуация сложная, то рассрочку можно будет увеличивать. Я прекрасно понимаю ситуацию, которая существует. Но все партнеры, которые сейчас купили пакеты, они получат очень хороший... Вот когда мы выпустим, когда выйдем на ICO, вы получите токены, вы полностью вернете все деньги с очень хорошей прибылью. По поводу токена, хотелось бы добавить, что когда сам токен нашего проекта выйдет уже на мировой рынок, его не надо спешить, давать за те же центы, чтобы получить свои же деньги, иначе он просто обесценится. Надо выждать определенный момент, чтобы он поднялся в цене. Токены надо собирать, чтобы они были в личном кабинете. Потом их можно будет обменять. Ну, хочу сказать, что... Да, потому что чем дольше он будет лежать в кабинете у вас, тем больше цена его будет на рынке. Золотые слова. Хорошо, что в проекте есть люди, которые умеют правильно мыслить. Спасибо за подсказку, а то я не знала, что с ними делать. Ну, это как акция компании, понимаете? Токен – это то же самое, что акция. Она будет расти в цене. Она может в определенный момент и падать, но в первое время она будет только расти. Смотрите, по поводу... Небольшой такой, скажу, момент по поводу этих токенов. Сравните его, допустим, с тем же самым биткоин. Биткоин с одного цента за 10 лет вырос в 67 тысяч долларов. Эфир за 5 лет вырос с одного цента в 5 тысяч долларов и держится на этой ступеньке. И почему это все происходит? Потому что люди заранее, когда заходили в проекты на предстартах, они брали себе эти пакеты, покупали себе этот биткоин и эфир этот. Они хранят его. Чем больше деньги этих криптовалюты находятся на личном счете проекта, тем больше его будет рыночная цена через год, через два. Это перспективы в основном идут на будущее. А если сразу продавать, когда он выйдет на рынок, то он просто обесценится. Он будет, как, допустим, тот же трон. Он выше доллара там не приятного доллара, выше там 60 центов не приятного. Сергей Васильевич, у меня у вас, до вас питание. Да, будь ласка. Я, дивится, проплатила полностью пакет, але в мене в кабинеті таки є 1400 и все. Ну, не добавилась останняя сумма, 800 гривень. А, забудь ласка, лечку напишите мне, мы это и поправим. Дуже дякую. Хорошо. Еще вопросы есть? Ладенький, ребят, был рад всех слышать. Сергей Васильевич, слава Богу, что вы вернулись. Целы, невредимы. Мне уже пора... Аллилуйя. До встречи. Все, тогда закрываем проект. Спасибо вам большое. Я постараюсь почаще проводить видео встречи, потому что вопросов еще много будет натикать. Ну, работаем, короче. Еще раз подведу итоги нашего разговора. Первое, что вся команда «Жила-здорова», будем работать. Второе, в течение трех дней продумаем, как запустить рекламу, запустим ее. Третье, в кабинетах появится в течение до завтрашнего дня во всех кабинетах должны появиться токены, согласно вложенных сумм. Вот. Если у кого-то не появится, пишите в речку, я смотрю и поправляю эту ситуацию. А скажите, где их смотреть? А прямо в кабинете, там где деньги, а под ними написано «Healthy Coin» и сумма. Доброго вечера. присутствует не завжды. Так, еще есть вопросы? Есть еще вопросы? Сергей Васильевич, я в личку напишу. Я хочу выплатить уже остаток моего пакета. Пересчитайте там, сколько денег надо. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Ну, если нет вопросов, что хочу сказать. Я очень рад, что я вас услышал. Мне приятно слышать ваши голоса. Мы очень рады. После этого дикого перерыва, когда 15 дней в подвале просидели, мне так хотелось пойти повоевать, руки так тряслись. Но у меня жена все время говорила, Сергей, у тебя очень большая ответственность перед людьми. Я понимаю. А так бы, если бы не было этого проекта, я бы уже в окопах все делал. Мы все так переживали за вас. Извините. Наберечь.